На сегодня отмечается еще одна важная дата. 150 лет назад была проведена одна из самых знаменитых реформ Александра II, судебная, на основе которой строится современное российское правосудие. Результатом преобразования по определению самого императора стало водворение в России суда скорого, правого, милостивого и равного для всех подданных. Одним из ключевых пунктов реформы стало появление отдельного сословия присяжных поверенных, независимой адвокатуры. Так что сегодняшнюю дату именно адвокаты празднуют с особым размахом. Сергей Морозов наблюдает за торжествами. В России восстановили памятник Александру II, но насколько нам дороги его начинания. Сегодня в Москве вспоминали об одном из величайших деяний царя, своего водителя, о судебной реформе. Цветы к подножию памятника возложили видные российские адвокаты. 150 лет назад в России впервые появились независимые судьи, присяжные и состязания адвокатов и обвинителей. Правда, этот общий день рождения в прокурорском ведомстве отмечают не так заметно, но представители прокуратуры, а также следственного комитета встретились накануне со своими обычными процессуальными соперниками на приеме у адвокатов в галерее искусств. Мы должны отдать должное царю, императору, освободителю, потому что в России впервые был создан независимый, настоящий, цивилизованный суд. До реформы суды в России шли десятилетиями. Никаких вслушаний, закрытое изучение бумаг, волокита и коррупция. Эти плохие привычки затормозили реформу на 25 лет. Хотя лучшие умы России пошли в юриспруденцию, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Она, как сейчас говорят, создала внутренний инвестиционный климат. И, в общем, если бы не контрреформы, которые были чрезвычайно большие события. И, конечно, сегодня время спросить себя, все ли из того, что намечал Александр II 150 лет назад, сделано хотя бы к сегодняшнему дню. На предварительном смысле это вообще фикция. Нет настоящего свидетельства. В суде, к сожалению, практика такова, что тоже адвокаты не до конца могут осуществить свою функцию. Но все-таки продолжается, и я надеюсь, что когда-то то, что заложено Александром II, будет осуществлено в нашей действительности. Если смотреть в исторической перспективе, то советские народные суды окажутся всего лишь откатом к дореформенной России. Представьте, в половине уголовных процессов при советской власти вообще не было прокуроров. Не было, вот прокурор нет. Сам судья зачитывает обвинительное заключение, да, там, изобличает, значит, подсудимого, там, исследует сам доказательство. Александр хотел создать суд правый, скорый, милостивый. Как только исчезало что-то одно, значит, скоро должно было исчезнуть и второе, и третье. Даже в советском кино это чувствовалось. Если он герой попал в суд, в лучшем случае отделается легким приговором. Совершенно ответственно могу вам сказать, что к 66-му году, по 85-й, у нас вообще не выносилось соправдательных приговоров. Они как отдельные реликты сохранились. Понятно, почему отмечают эту дату адвокаты. Пожелай тогда, Александр, пойти по прусскому пути, надели бы они мундиры и стали бы неотличимы от прокуроров. А так, даже в советские времена адвокаты были относительно независимы. Так что какие-то вольности царь-освободитель все же смог ввести в привычку. Сергей Морозов, Татьяна Копалка, Наденис Шуйский, Андрей Гривцов, НТВ, Москва. Продолжение следует...